МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Фридом новости свободных народов. Далее о главных событиях уходящей недели из жизни коренного населения так называемой Российской Федерации. Представители коренных народов провели первый конгресс в Эстонии. Ситуация с паводками продолжает оставаться критической. Вода прибывает в новые регионы. В Вашингтоне состоялся 10-й форум свободных государств пост-России. 16 апреля в Вашингтоне прошел форум свободных государств пост-России, на котором представители колонизированных народов в очередной раз заявили о своем праве на самоопределение и независимость. Сегодня мы находимся в Вашингтоне. и Джеймс Танн Фундейшн организовали конференцию на тему деколонизации России, Российской империи. И здесь были представлены народы, которые находятся в колониальной зависимости от России. В рамках ныне существующей Российской Федерации нам, не русским народом, малочисленным народом, хотя некоторые малочисленные народы имеют численность до полутора-двух миллионов татарок, которых под пять миллионов, в условиях России просто не имеют никаких перспектив для развития, ну и даже для сохранения. Форум знакомит западный политикум с народами, порабощенными Россией, и показывают, что у них есть силы и желание отделиться от империи. Мы чеченцы, да, мы никогда, никогда не оставим дело независимости от Чеченской Республики Ичкерия. И основная причина, по которой, почему до сих пор живет независимость, до сих пор живет идея суверенитета Чеченской Республики Ичкерия, потому что народ от этой идеи не отказывался и не откажется. Мы проводим наши публичные мероприятия для налаживания прямых связей между представителями движения оккупированных народов и регионов с политическим дипломатическим эстаблишментом ключевых геополитических центров силы. На форуме была подписана Вашингтонская декларация с призывом к западным политикам пересмотреть стратегии в отношении к РФ и необходимости деколонизации России. Ключевой документ, который несет в себе необходимость изменения политики в отношении РФ, Соединенных Штатов и остальных государств свободного мира, проведение аудита, эффективности, помощи и поддержки, которая осуществляется, и восприятие рисков и угроз, которые стоят перед всем свободным миром. Это уже десятый форум свободных государств пост-России. Ранее он проходил в Европарламенте, Франции, Италии, Чехии и Японии. Ситуация с паводками в России остается критической. Вода прибывает в новые регионы. Под угрозой затопления Бурятия. Но власть задумалась о проблеме лишь тогда, когда начал таять снег. Местные жители говорят, что просили подорвать лед заранее. Но чиновники не отреагировали, сообщает канал Люди Байкала. Нужно обладать высшим образованием в области метеорологии и МЧС, чтобы знать, как противодействовать паводкам. Первое – это прогнозирование, то есть работа метеорологических рук. И второе – это противодействие. Нужно вовремя взрывать, вовремя расчищать поймный ряд. Власть делает, что поставили две единицы техники, делает видимость, что мы боремся со степей. Здесь воду берет, сюда закачивает. И она по кольцу двое суток гоняем, гоняем. Абсолютно бессмысленно вода идет в подвалы. Тем временем горный Алтай на пороге гуманитарной катастрофы. Там почти в каждом населенном пункте выгребные ямы уличных туалетов. То есть при затоплении, грубо говоря, все фекальные массы там. И еще есть проблема свалок и скотомогильников. Все погибшие коровы и трупы, которые вроде бы должны складироваться, они плывут вместе с этими металлами водами вниз с гор. Ситуация такова, что федеральная власть ни деньгами, ни материально, ни технически, ни людьми, которые реальный опыт ликвидации последствий затоплений, они не направляют. В зоне подтопления остаются 32 региона РФ. В Томской, Оренбургской и Курганской областях ситуация критическая. Под угрозой Карелия и Архангельская область. В Эстонии состоялся первый конгресс Лиги свободных наций. Делегатами стали лидеры и активисты национальных и регионалистских движений. На конгрессе участвовали башкиры, буряты, ингерманлакцы, татары, чеченцы, черкесы, эрзиане, ижорцы, марийцы. Это первый конгресс, поэтому мы должны были принять наши программные документы, устав Лиги, хартию, то есть наши принципы, наши цели, также план нашей дальнейшей работы. Лига уже более двух лет объединяет усилия представителей коренных народов и регионов, которые выступают за выход из состава РФ и создание новых государств. Мы не хотим жить в этом государстве, и она распадется не только потому, что мы не хотим, а потому, что время ее прошло, то есть процесс распада необратимый. И когда мы слышим, когда нам говорят из стран европейских, что давайте дадим русским еще один шанс, это можно по-другому сказать, а давайте вы еще побудете в положении рабов, безвольных, бесправных. Мы видим, что есть часть политиков, экспертов, аналитиков, которые понимают, что будущее как раз за дезинтеграцией России и созданием новых независимых государств. Эстонцы очень хорошо понимают нас и наши проблемы. В Эстонии очень сильное гражданское общество и сильна солидарность с финно-угорскими братскими народами. Это была очень хорошая возможность показать и представить нашему эстонскому обществу, что есть такое движение, такое деколониальное движение российских, России, можно сказать, российских коренных народов. У Эстонии есть миссия поддерживать это движение и этих организаций, потому что мы сами не так уж давно были колонизированы этой империей. В итоговых документах делегаты призвали народы РФ быть готовыми к борьбе за свою свободу и независимость и заявили о поддержке Украины в борьбе против агрессии Кремля. Были приняты обращения к землякам, которые находятся сейчас под властью России, обращения к международному сообществу и к Риге-Когу, парламенту Эстонии. Мы должны такой целью задаться, как можно больше помогать Украине, потому что мы понимаем, что победа Украины – это непременное условие нашей победы также. Мы должны параллельно думать о том, как мы должны готовиться к тому времени, когда мы сможем, наконец, получить эту независимость, так как этот момент может наступить внезапно, но мы должны быть к этому готовы. Это были главные новости жизни коренных народов в так называемой Российской Федерации. С вами был Кирилл Вольный. Увидимся ровно через неделю в эфире телеканала «Фридом». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok